Итак, продолжаем третий выпуск. Что мы делаем? Я сейчас немножечко сделаю небольшую поправочку в форме. Смотрите, чтобы перекладывать между саптулами, отдельными элементами, можно здесь нажимать, да? А можно, зажав Alt, делать клик на объекте, и он автоматически у нас станет активным. Раз, два, три, четыре. Это спокойно перекладывается так удобнее, как куча саптулов, чтобы их не искать в списке. Вы делаете клик просто на саптуле, с которым вы хотите поработать, и он активируется. Так, вот здесь вот немножечко я хотел сделать более плавную эту линию. Вот примерно такой, и, наверное, немножко пинчем. Здесь еще стоит пройтись. Так. Так. Вот это так. Отлично. Здесь тоже мне немножко не нравится. Я сейчас сделаю вот это нам. Наверное, лучше будет... Я сейчас возьму вот тут маскировочку, сделаю на... Ай... Сейчас, сек. Чисто по оси небольшой, чтобы, когда я сейчас обрабатывал... Плохо замаскировал, секунду. Можно еще нажать соло, тогда у нас только этот объект будет виден. И вот так вот. Отлично. Ой, сейчас чихну. Будь здоров. Так. И я сейчас пока, наверное, возьму и флэттеном мы вот это вот срежем. Так, а теперь убрав маску... Маску, чтобы убрать, можно протянуть после месте края, но зажав Ctrl. А теперь, убрав маску, мы... Вот так вот. Аккуратненько уберем этот артефакт, который остался после маскировки. Отлично. Так. Вот здесь заломчик хочу убрать. Так. Питер Тарк. Готово. Антош. Так. Вот примерно так. Я просто шифтом сейчас залаживаю поверхность. Все. Окей. Заметил той слезы, что спасла тебя. Где-то спаситель нашел. Выключатель. Я остановил мой пульс. Аккуратненько проиграл твой. И сохранил твою волну. И последнее я выключаю соло. И я хочу, чтобы здесь металл выпирал над телом рукоятки. Для чего это нужно будет? Потом для булевой операции я покажу. Я возьму мув. И немножечко вот так вот буду двигать. Пока. По всей длине. Моя как бы деталь была видна. Я сейчас хочу воспользоваться полупрозрачным. Режимом. Для неактивных саптулов. Чтобы я видел. Вот сейчас хорошо очень видно. Насколько и куда нужно двигать. Мы сейчас это грубо делаем. А потом сделаем чуть-чуть деликатнее. Это все дела. Так. Еще чуть-чуть. Отлично. Дальше. Я лучше потом тут пройдусь. Тут у нас некрасивое. Ой как некрасиво. Этого всего нужно избавляться. Хорошенько так. Сгладим тут. Все. И немножко флэттеном. Чтоб вот этот вот бугорок убрать. Я хочу этот плавнофильм еще включить. Тут он. Окей. Я уже начинаю заморачиваться. Не нужно этого делать. Поэтому себя нужно стопорить. Чтобы лишних движений делать. Можно выглаживать хоть двое суток. Тут все. Все. Выключаем трансфер. Окей. Есть такое дело. Все. Теперь мы создаем боковушку. Как лучше. Хер узнать. Кстати. Все насчет масштаба. Я тоже. Наверное. Может быть. И накосячил. Но. Примерно. Нужный масштаб. Может быть. Есть косяк. Хер узнать. Как. Пройдет. Точно. Маяские грозы. Сида. Слезы. Два пальца. Ульта. Как. Манта. Ахуевшего. Единорода. Так. Переключимся на этот саптул. Зажапаль. Как. Лифлордовские коридоры. Как. Веслан. Как. Нородотовский газ. Федеральная сбора. Бездушных майоров. Севастополь. Донецк. Луганск. Это точно пройдет. А. Здесь я не знаю есть ли смысл. Потому что. Эта часть будет скрываться. Ой. Зиняюсь. Тут немножко. Давайте я пинчем все таки. Пройдусь. Чисто для эстетического вида. Срежем так срежем. А сейчас мне хочется чтобы было красивенько все. срежем. Примерно так. Ок. тихо. Че теперь. Тихо. Теперь я эту хрен сюда перетащу. Мы увеличим ее по размеру. Наверное. Не знаю есть ли смысл. Но. Ладно пусть будет так. все делаем насечку нашу очищаем холст активируем карандашик и сейчас я буду прорисовывать я делаю эту линию потому что иногда есть конфликт между это окно окно должно быть поверх всех и это окно должно быть поверх всех и иногда тут бывает конфликт что он не хочет рисовать поэтому я провожу вне экрана завожу на экран полосу потом здесь этой проблемы нет я не знаю но это бах опять же но он есть мы можем стоп а чё я чуду смотрите сейчас мы сделаем умнее очищаем колс нахер скрываем эту херню окошко это в бок убираем дело в том что у нас этот контур есть уже на лезвии создавать еще одну копию похожей формы но как бы тратить на это время нет особого смысла я предлагаю перейти на лезвие и возьмем соло я только наверно все таки материал поменяю пока для работы потому что что еще глянцевый не очень-то удобный я перекрашиваю его возьмем все вот и теперь у нас что нам осталось то по большому счету кстати какого хера какого хера здесь вот этот вот выступ его тут то нет мне нужно от него сейчас избавиться я не знаю почему я так накосячил но я сейчас исправлю это примерно вот таким образом а я не знаю донамэш если прогнать нормально будет наверное нормально вот видите вот эти артефакты вот сейчас были вот подобные артефактики иногда появляются вот взломчики некрасивые вот это все нужно от этого избавляется мы это сглаживаем прогоняем динамэш и оно исчезло все теперь нам нужно вот эти артефакты поубирать мелочные ну и в принципе все небольшие изъяны есть некрасивая форма поэтому мы ее подгоняем примерно сделать гладенькой аккуратненькой примерно так все же зажимаем shift и сюда отлично мне нравится поэтому продолжаем так теперь чё у нас есть еще один вид маскировки нажимаем m mask и сейчас я уберу вот этот вот чтобы не было видно маск лосо вот есть вот эта кисть не нужна он предупреждает что она будет активна если вы зажмете control окей чё наделать теперь когда зажимаешь shift извиняюсь зажимая shift у меня идет не закрашивание этой области где кисть ходит а какой-то объекта который попадает под лосо то есть и я выбираю вот всю вот эту вот часть хуяк небольшие окрашивание у нас пошли на эту стенку эта стенка мне не интересно поэтому я вернусь обратно m кей жмем чтобы вернуться в обратный наш режим когда у нас кисть вот так вот водится да для этого горячие клавиши m и кей либо назначите на какую-то свою кнопочку так как я не часто пользуюсь я захожу туда так чё нам нужно я сейчас хочу просто сек не то нажал control alt я хочу вот тут вот аккуратненько убрать то что по маске рвала по краям так как мне на нахер не нужно зажму control alt делаю еще клики чтобы сделать более острую грань отлично все чё теперь у нас происходит вот здесь вот некрасиво я замаскирую control и вот так вот отлично а теперь нам нужно вот этот часть отделить то есть чтоб у нас сохранился и дополнительно еще делилась частичка для этого нам нужно сделать duplicate возьмем сюда sub-tool duplicate у нас теперь два объекта один в другом то есть мы сейчас покажем вот подожди стоп а чё а соло включено вот чё оно было так вот просто там что замаскировано поэтому вот оно вот как оно работает я возьму соло и теперь мы делаем переходим в вкладку split split там по-моему как отделить или как оно там называется правильно переводится я уже не помню ну короче функция того что мы отделим либо не замаскированную частью либо замаскирована мне нужна замаскированная часть значит split maskit points вот split maskit points а нет это отделить split maskit points у меня он внизу остался этот объект нам уже не нужен я его удалю там есть другой способ как это лучше сделать но он иногда обогуется я таким способом отделяю ага все вот наша деталь единственное что у него вот здесь отверстие есть теперь не зашитая часть как мы видим вот этот вот прямоугольничек он не отображается фиксится это простым способом просто динамеш прогнать у нас же динамеш включен там поэтому мы control зажав control в пустом месте экрана протягиваем хуяк и у нас появилась стеночка да она не очень красивая она рваная ну какая-никакая уже стенка и вот видите артефакты вот этого дерьма не должно быть поэтому мы аккуратненько от него берем и избавляемся берем прогоняем динамеш еще слаживаем еще динамеш отлично продолжаем сейчас тут чуть-чуть проходимся грубо по всей длине динамеш и еще раз окей так и нажал f чтобы спозиционировать по центру экрана теперь что у нас смотрим нам нужно чтобы эта рукоятка была выглядела вот так накладка даже этой рукоятки я первое что я сделаю я сделаю пошире мы потом лучше лишнее срежем чем не хватит материала чтобы создать нужную форму но она очень тоненькая сейчас накладка должна быть потолще мы можем сделать ее намного толще а потом просто срезать лишнее вот я так поставлю я надеюсь этого будет достаточно хотя мы можем глянуть вот здесь ой извиняюсь это из-за включенной симметрии симметрию и нужно иногда выключать чтобы не было конфликта между деталями так я что-то не то на а я нажал на чечика чтоб проекцию критии сори вот так вот и как видим у меня здесь только чуть-чуть выпирает за рукоять и нам нужно чтобы это намного больше было для этого мы еще сделаем вот так вот можно сделать еще лучше смотрите это немного колхозный способ я сейчас делаю подгонять вот туда-сюда бегать чтобы грамотно нам обработать поставить спозиционировать эту модель и ее толщину отключаем замочек перетягиваем наш pivot point именно не pivot point ну гизма ну вообще pivot point это вот эти вот точечки называется вот мы его перетягиваем на край нашего объекта вот сюда к примеру тут не важно по всей длине тут не имеет значения главное чтоб она на ребре примерно находилась теперь я позиционирую его вплотную чуть чуть не доходя до лезвия и когда я буду сейчас масштабировать то у меня задняя стеночка не будет двигаться здесь она немного деформируется потому что она не доходит до той линии чтобы от этого избавиться мы возьмем соло нажмем включу планар pl горячие клавиши и зажав alt я выдаю обратно чтобы окрашивание где-то за то что rgb включен по умолчанию в планаре и зажав alt я вот сюда смещу все теперь у нас там ровный край то же самое можно провернуть здесь хотя это вообще уже не играет особой роли отлично прогоняем денамэш выключаем режим соло и теперь мы можем играть дальше мы теперь можем выставить нужную нам толщину извиняюсь примерно вот так вот пусть будет мне кажется это довольно хорошая толщина будет ни хера себе топор будет толстый посмотрим ладно пусть будет пока так еще обратите внимание вот здесь вот идет скос и дальше идет вот эта вот темная заштрихованная часть мы сделаем ее одним целым хотя по идее в теории это то ли часть лезвия нет скорее что не часть лезвия это часть накладки просто немножко с другого материала тут походу и тут вообще в идеале бутерброд раз слой два слой три слой это только до центра потом обратно но мы сделаем это одним целым чтобы вам не усложнять и так я вот довольно сложную задачу вам дал для старта постараюсь единственное для вас побольше разжевывать если что-то где-то забыл пустить сказать о чем-то спокойно пишем я помогу да мне не нравится delete мы сейчас вот так вот сделаем я сейчас сразу вместе с этой частью пытаюсь это все прорисовать захватить то есть мы берем и маскируем пусть а а м да вот так ну на и до 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 Ctrl-Alt, чтобы сделать грани острее. И мы сейчас вот так вот ее, оп, аккуратненько проходимся, чтобы получить плавную дугу. Как-то так. И здесь у нас идет где-то до сюда, что ли? Да, до сюда примерно. Я сейчас пытаюсь плавную линию сделать просто. Так, окей. Да, немножко она не идеальная, но все же. Окей. 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 Так. Окей. 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 ну пусть будет так я не знаю вот здесь вот как лучше поступить мы замаскируем полностью здесь вот так вот потом если что это срежем просто все здесь делаем немножко ровнее эту грань и сделаем более острый переход Alt Ctrl и Клик каждый клик усиляет грань более острую делать между маскированной частью и не маскированной частью если нужно скачать то просто Ctrl смотрите оп 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 таким образом можете получать плавный переход он иногда полезен в плане каких-то манипуляций но не в данном случае так просто окей теперь я делаю duplicate Split and Masked Point эту часть мы можем delete сразу лезвие само все прогоняем Denomesh и у нас вот зашилось ну единственно да из-за того что алгоритм так работает что видите он сглаживает разрывы которые были и они получаются не острая грань я включу наверное Clay Build Up Backface Mask и попробуем ее нарастить то есть мне нужно вернуть ровную грань в этот участок так так ну пока пусть будет такая заготовочка сейчас сделаем вот вот видите сколько много наращивать приходится чтобы вернуть сделать динамеш тут вот постараемся нарастить пойдет сейчас я нагоню сюда материала чтобы было с чего вырезать окей так так и то же самое сюда Clay Build Up офигенная кисть можно охеренно ей накидывать объемчик поэтому я часто ей очень пользуюсь перехожу на Flatten и пробую сейчас сделаем вот так вот а че у меня этот такой длинный щас че то я нажал походу срок здесь маус не обращайте внимания что я делаю для себя я потом об этих всех функциях вам порасскажу потому что каша будет видите как выступ попробую его вот так вот убрать сейчас из-за того что много полигонов может конечно криво сработать но я надеюсь что сработает примерно так ой сделаем динамаж а че мне динамаж то выключился вот включим его обратно так теперь мы это сглаживаем и это сглаживаем да в итоге с ней сейчас намучился так что мне и выросли новую создать было бы примерно то же самое но зато это будет сразу форму повторять идеально как мне нужно поэтому пусть будет так теперь то же самое провернем здесь knife кисть называется knife curve кривая ножа или нож кривая ну короче лучше кривая ножа наверное все прогнали динамеш а теперь излаживаем то есть я сделал прерапросчет сетки а потом только излаживаю потому что до этого тут была другая сетка после среза которая генерируется она немножечко нам подходит и может выдавать артефакты все это мы убрали это мы убрали все отлично выключаем режим соло дальше я возьму и перемещаю выключив симметрию x дальше дальше я перемещаю наш объект чтобы он был на уровне чуть дальше металла нашего вот так вот примерно впритык поставить лучше тут выставлять потому что здесь у меня помните это ямочка есть заломчик который будет сбивать с толку грубая режим соло и теперь я сейчас планаром выровняю эту ямку то что я делал раньше можно можно просто z add включить и alt не зажимать в данной ситуации вот так вот отлично либо обратно переключиться мы можем сделать вот здесь вот грань вот такую остренькую все что выше оно будет обрезать окей перепросчет сетки так я симметрию выключил мне наверное здесь придется пройтись да тут тоже есть заломчик окей соло выключили позиции выставили осталось только гизма выставить мы отключаем замочек выставляем примерно посредине щели вот так вот пусть будет наверное даже чуть сюда блин вот так вот да и все теперь мы можем менять толщину которая нам нужна здесь то что здесь очень много выпирает это мы потом срежем ой вот так вот примерно сделаю окей готово мне нравится дальше дальше вот это тут сейчас так мы срезаем нахер я врублю врублю режим соло сохраню проект на всякий случай рекомендую сохраняться почаще не забывать потому что пульломет может окрашнуть из-за из-за каких-то манипуляций вы можете потерять все что у вас было поэтому лучше лишний раз перестраховаться так окей режим соло выключили из-за того что я срез небольшой сделал чтобы ровная грань была у меня здесь нужно обернуть поближе поплотнее вот так вот поставлю а тут толщины мне хватит чтобы получить желаемый результат так что мы делаем во первых что я хочу сделать это я хочу чтобы вот здесь на сужение шло а не ровно потому что сзади такая с одной с другой стороны от зеркалю вторую накладку то это будет огромной хрень некрасивая смотрим у нас самое толстое место примерно должно быть здесь в этой точке и осталось только выбрать угадать с позиционированием чтобы получить желаемый результат примерно вот так вот мне нравится тут немножко срезик другой должен быть ну ничего страшного мы это исправим ага а вот тут у нас видите ну тонкая стенка я не знаю хватит ли ее чтобы этот узор воспроизвести а попробуем попробуем если что потом читали схитрим схитрить мы умеем так наверно е я сейчас замаскирую мл обратно рублю лассо чтобы сделать вот 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 такую вот фишечку примерно как там проходит у нас правда немножко другой загиб а не я не туда я не вот так вот а м кей обратно чтобы перейти в режим маска маскировки маска маскировки маска маскировки ну вот это так да и ctrl alt делая более острую грань теперь чё я вот здесь уберу примерно вот так теперь вот эту часть мы можем связать она должна под 0 уходить мы сейчас попробуем ее убрать примерно вот так вот ой только видите не очень красиво я выключу рукоять чтоб она не мешала нам тут же тоже должно быть под 0 правильно ладно здесь как-то она уходит нам нужно срез по-другому немножко делать поэтому все экспериментами нет не красиво ладно попробуем так ай не угадал с позиции чуть-чуть больше срезал чем нужно вот пусть будет так мы сейчас наверное даже вот здесь же тоже нужно понижать я даже не знаю лучше возьму попробую флэттеном снять толщину кстати блин мне же нужно перепросчет сетки чтобы нормально флэттен работал блин да что ж такое сейчас секундочку погодите я хочу здесь потоньше затягачить что 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 ты это я я это я я это это я я это я Что за настройка сбилась и я не пойму. Пусть будет так пока. Шифтом слаживаем и идем дальше. Блин, мне немножко не нравится эта вся форма. Маленькие артефакты мы потом уберем. Наверное я все таки пойду туда, возьму на сад и вот здесь вот стелем. Вот так вот. То есть мне нужно чтобы вот такое было впадинка и плавно шло. А не выступом или ровным. Ну хер у вас нет, может ровный должен быть срез. Мне что так показалось лучше сделать. Так. Да, но пока сейчас выглядит не красиво, не эстетично из каких-то лоскутовых вмятинок, но не переживаем. Мы делаем перепросчет. И этого всего мы и избавляемся. Иногда можно подрубить флэтом, чтобы тут вот подправить немножечко. Главное на грани находить, чтобы вот это ребро не смазалось. А здесь не важно уже. Здесь важно чтобы этот уголочек сходился на это ребро. Для эстетики. Так. Во. Отлично. Тут даже чересчур наверное отмятина. Чуть-чуть добавим. Из-за большой плотности сетки, вот видите вот эти артефакты очень тяжело убрать теперь. Я наверное перейду все же пониже, пониже. Чтобы я мог избавиться от всего этого, потому что оно реально бесит и оно мешает. И тем более мне сейчас там делать кучу фасочек, срезов. Из-за этого могут быть проблемы, потому что мне под пальбом пришлось эту сетку уменьшать. Но мы потом увеличим. О'кей. 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 Угу. Хочу немножечко сделать более выраженным. О'кей. 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 Со по дугам. О'кей. 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 Сго. О'кей. здесь я наверное сделаю более выраженное ребро блин туда я сбил пинч подрубаю и вот так вот ведем окей так включим обратное отображение рукоятки я просто понял что немного накосячил тут нам же тут еще нужно эту фаску на 2 разделять и одна линия должна вот эту повторять а вторая должна вот сюда идти я немножко эта фасочка неправильно сформированная я сейчас влажно нажимаем динамеш наверное нажимаем и я сейчас play build эту выемку уберу если у вас ее нет это хорошо у меня вот небольшая ямка была я решил от нее избавиться все сейчас я слэш 3 возьму кисть на add она выставлена в настройке с 30 те же и я сейчас просто прорисую те грани которые мне нужно создать для удобства все все окей прорисованы они теперь я возьму на 1 планар чтобы вот эту часть срезать подождите тут что то никто пошло не по плану на на z sub переключить вот так вот шифтом сглаживаем здесь конечно планар опасно использовать мы можем нет мы тут накосячим сейчас если его буду вывезать я перехожу во флэттен кисть включая на перспективу рубил и аккуратненько флэттеном мы создаем нужную нам грань фасочку фасочку и 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 то и н пинчем, прогоняем, создаем и подбираем, окей, как это ребро, но у нас тут получается другой вид излома будет, угол излома по идее должен быть, чтобы это ребро выделялось, а у меня тут примерно один и тот же уровень. Блин, как мне не нравится этот участок, просто жесть. Я немножко нарастить сюда хочу, чтобы не такая вмятина была. Когда мы под угол заводим, мы увидим, где у нас тут, видите, такие ямочки. Я мув сейчас взял кисну и я попытаюсь как-то немножечко от этого избавиться. Шифтом проходимся, сглаживаем. Чувствую, затягиваю с уроком, нужно поменьше заморачиваться, но хочется очень много вам всяких прикольных фишек показать, которые вам могут помочь в реализации ваших идей. Шифтом аккуратно. Слэш 3 прошелся, теперь я прохожусь аккуратненько шифтом, чтобы хоть какую-то симуляцию ребра этого и этой грани оставить. Я не хочу заморачиваться, потому что этот топор можно несколько дней делать. Я хочу показать вам сам принцип, а давай идеала, если уже вашей душе угодно. Здесь немножко заломчик, мы гумовом, вот так вот. Все отлично. Пойдет, пусть пока будет так. Теперь мы сделаем дальше вот этот вот участок. Самый опасный моментик это вот этот вот, где у нас тут тоненькая стеночка. И хочется аккуратненько ее прорисовать, чтобы она получилась как надо. Как лучше поступить? Наверное, я ее в последнюю очередь займу. Сейчас делаем другие грани. Врубаем флэттен кисть и погнали. Вот это сейчас так делать. Так. У нас тут на расширение идет, это нужно учесть, поэтому я сейчас сделаю вот так вот. Пойдусь, чтобы у нас на расширение дальше шло. А, окей. Шифт сглаживаем. Дальше мы делаем Вот эту вот пасочку. И теперь я займусь верхней частью. Женя Мельковский. Группа Нервы. Тут тоже, видишь, накосячил Вот этот стык Он так физически не создается В реале Хер его знает, как тут лучше поступить. Наверное, мы вот так вот сделаем. А тут будет у нас острое ребро вот здесь вот. Мне так кажется, будет прикольно. Хер его знает. Пинч И делаем вот это вот. Шифт То есть, видите, я использую буквально там 2-3 кисти И просто между ними гуляю туда-сюда в основном. В принципе, на этом и базируется Фишка в простоте. Так, теперь мы займемся. Тут широкая фасочка должна быть. Вот такая шити. Для этого я фэтом возьму и попробую. Надеюсь, у меня получится. Нужно очень много взять. Материала. Может, отсюда вот так вот. Жесть! А тут мало материала. Блядь, далеко по осколку. Блядь, нельзя. Окей, пойдет. Нормально. А вот здесь вот. Я мальчику выберу. Выбираем киспинч И сделаем орань. Все стандартно. Да е-мое! Нету классу. так вот здесь урани не должно быть вроде как а блять должна же быть районами ладно сейчас мы вот так вот ее реализуем пинч создаем вот эту вот грань тут я сделаю более плавненько и вот так вот и идем дальше тут у нас легко проблем ноль шифтом главное не забывать аккуратненько проходить тоже самое здесь и тоже самое идет здесь вот наша широкая грань которую мы создавали окей шифт сглаживаем окей не знаю эту грань надо делать я сюда тут видите зажевую пока вставим ее подожди я не хочу без тебя спать Я не хочу умереть в кровати, я не хочу без твоих объятий, не буду всего тебя желать, я не хочу без тебя дышать, все одеяло заклеит плечи, ты знаешь, что так у меня не лечит, я не хочу без тебя спать, как ты могла так поступить, так завести и отпустить. Как ты могла, ну как ты могла, кей, о-о-о-о, я не хочу без тебя. Блять. Сори. Я не хочу без тебя. Так, что у нас есть? Ну да, осталась последняя вот эта вот, сделать хрень. Мы ее сделаем через маскировочку, чтобы я не зашел куда не нужно в ее создание. Вот так вот. И сейчас проведем, она должна вот отсюда идти. Я пока так набросал, просто сейчас сек. Я пока так набросал. Но я хочу без тебя. Я пока так набросал. Обная. я тут и беру так что по форме ну примерно сейчас мы немножко подправим конечно все инвертируем маскировку и теперь сейчас возьму режим транспорт я тут проверю чтоб тут все было замаскировано чтоб мы под рукоятку не уходили срезом а то у нас некрасивое будет место все теперь можно это влаживать я наверно квейтбилд там возьму на сап его переключим и вот так вот просто делаем ой видите вот замялось нехорошо допускать такие ситуации лучше чтобы но они иногда случаются вот как удобно когда небольшая плотность сетки удобно можно легко деформировать и придавать нужную форму вкладки плоскости какие-то делать если немного полигона я специально выбираю побольше а потом когда я шифтом прохожусь они немножко вверх обратно поднимаются в стороны потому что вот здесь вот замаскировано такой небольшой лайфхак все убираем этот теперь я хочу чтобы вот здесь немножко повыше поднять вот так вот окей все это готово что еще может тут понадобиться я вот думаю наверное хватит пусть будет так а вот здесь вот видите вот эта линия должна вот сюда на грани не уходить они здесь заканчиваться попробуем это исправить вот так вот и я немножечко мувом тут немножко плавнее хочу сделать красивее чтобы да вы уж извиняйте что затянул с этим уроком думал вообще урок будет на полтора часа но в итоге у нас очень много часов на создание но зато мы сделаем прикольный топорик дальше 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 так это готово все на этом все сейчас четвертый урок заключающий будет где мы будем доводить каждый элемент уже до финального вида я не знаю сколько он бронемор часика займет но у нас будет конфетка я полагаю мне так кажется я хочу получить конфетку поэтому надеюсь вам тоже понравится тот материал который хочу вам предоставить всем спасибо и до скорых встреч до новых встреч до новых встреч мы